Встречаем участников в синий угол ринга. Боец из Бразилии, из города Сан-Паула. To the blue corner from Brazil. Иринео Беато Коста. Итак, представили нам участника следующей пары бойцов. Это у нас тяжелый вес. Иринео Беато Коста, джуниор. Прямиком из Бразилии к нам пожаловал. Ему 38 лет. Дебютировал в 2010 году. Его рост в 192 сантиметра. Профессиональный рекорд. 26 боев, 19 побед, 17 нокаутами. И 7 поражений, 6 нокаутов. Дебютировал Иринео Беато Коста, джуниор. В 2010 году, как я уже сказал, в поединке против Родолфо, Харвьера, Андриати. И тогда, к счастью для себя, выиграл техническим нокаутом в первом же раунде. Свой второй поединок он также выиграл в первом раунде. Но после этого разные бои у него были. И 6 раундов, и 8, и 10, и даже 12. Сейчас вот у нас 10 раундов запланировано в этом поединке. Красный угол ринга. Боец из России, из Санкт-Петербурга. Ростислав Плечко. И соперник Иринео Беато Коста, джуниора, Ростислав Плечко. Родился и представляет он город Санкт-Петербург. Ему 29 лет. Дебютировал в феврале 2016 года. Его профессиональный рекорд. 12 боев, 12 побед. Все нокауты. Дебютировал. Ростислав в поединке против Сидрака Агугуляна. Тогда он выиграл нокаутом в первом раунде. С тех пор, что очень интересно в своей поединке, Ростислав Плечко выигрывал нокаутами в первом раунде. Посмотрим, продолжится ли эта серия сегодня. Судя по всему, очень сильный нокаутер Ростислав. Иначе такой статистики у него бы не было. Ну что ж, посмотрим. Ждем. Слушаем региональтера. Десяти раундового поединка в тяжелом весе. В синем углу ринга. Боец из Сан-Паула, Бразилия по прозвищу Гигант. Ему 38 лет. Рост 192 сантиметра. Вес 106 килограммов. 250 граммов. Провел 26 боев. 19 побед. 17 нокаутом. Потерпел 7 поражений. Бывший чемпион WBO Латины и WBC Латино в тяжелом весе. В зеленом весе 38 лет. Стояние 192. Стояние 106.25 килограммов. 19 побед. 70 побед. Стояние 70 побед и 70 побед. WBO Латино и WBC Латино. Хэви-вэйд формер чемпион. Сан-Паула, Бразилия. Иринео Беато Шиканте Коста. Красный угол ринга. Боксеру 29 лет. Рост 189 сантиметров. Вес 97 килограммов. 350 граммов. На профессиональном ринге провел 12 боев. Подержал 12 побед. 12 побед нокаутом. Ни одного поражения. Чемпион W Азия. И чемпион России в тяжелом весе. И сам Петербург. Ростислав Плечко. Рефери в ринге Ирраги Малазани. Раунд 1. Итак, первый раунд из 10 запланированных в этом поединке. И сразу Ростислав Плечко бросается на своего соперника. Наносит сокрушительный удар. Тот падает под канаты. Это как минимум нокдаун. Но поднимается, поднимается бразилец. Ну что ж, я думаю, сейчас Ростислав снова набросится на соперника. Будет разбивать. Пока что. Иринео Беато Косты. Большие проблемы. Очень тяжело ему сдержать Ростислава. Снова падает бразилец. Второй нокдаун в первые 35 секунд этого поединка. Бразилец готов продолжать. Я думаю, Ростислав уже его не отпустит. Ну вот, видимо, чуть подуспокоился Плечко. Не стал так бросаться вперед. Снова падает бразилец. Это потеря равновесия. Никакого нокдауна. Так, можно сказать, оттолкнул от себя Ростислав бразильского бойца. Это снова не нокдаун. Или судья засчитывает нокаут. Не успел я, если честно, понять по движениям рук Малозонии, что же у нас происходит. Какие-то проблемы с экипировкой бразильца, возможно. Он нормально, посмотри. Держи. Нет, все нормально. Все нормально, не надо. А, рефери позвал врача и дает ему сейчас оценку. Нет, бразилец. Рефери Иракли Малозония. А, Иракли Малозония все-таки остановил. Через 1 минуту и 7 секунд первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал. И остался неопрежденным Ростислав Плечко. Итак, Ростислав Плечко одержал уже 13-ю победу нокаутом в своей карьере. Снова в первом раунде, ни разу еще до второго раунда на профессиональном ринге Ростислав не добирался. Ну что ж, мы поздравляем его. Это яркое достижение. Уважение его сопернику. Ну, практически. А Ростислав Белый Тайсон Плечко. Да, пора ему брать такое прозвище. Хотя Белый Тайсон уже один был. Может быть, Ростислав уничтожитель Плечко. Может быть, как-то так. Наиболее яркий момент этого очень скоротечного поединка. Мы с вами сейчас посмотрим. Да, буквально с первых секунд Ростислав бросился вперед. И ждем следующий бой. Редактор субтитров А.Семкин